Майнкрафт, но с новыми супер жизнями, часть вторая. Сегодня мы начинаем нашу игру с выживанием с одним сердечком и постепенно будем увеличивать их количество. Самое интересное, что все эти сердца будут давать нам различные супер способности. Например, сердце жителя, благодаря которому у нас появится мега чувствительный нос и мы будем чувствовать руды за километры. Или же... А остальное увидите в ролике. Ну а все эти сердца мы с вами сможем крафтить, используя подручные средства. Например, сердце из бутрока. Где мне достать бутрок? Вам очень сильно понравилась первая часть и мы набрали целых полмиллиона лайков. Полмиллиона, Карл! Если вы не видели это сумасшедшее видео, то прошу по подсказке справа. А почему бы там не повторить это? Может быть мы сможем набрать миллион лайков? А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. А мы начинаем. Приятного просмотра! Итак, мы сейчас с вами находимся в пустыне и для нас это очень опасно. Ведь у нас всего лишь одно сердечко и малейший удар об кактус просто убьет нас. Повезло, что у меня очень много голода и я зарегенерировал ХП. Посмотрим, какие сердца у нас есть. О господи, я вижу сердце из бутрока. Коровье сердце, драгоценное сердце. Но нам нужно идти полностью по порядку. И первое, что мы с вами сделаем, это водное сердце. Ледяная свежесть. Причем крафт у него достаточно очень простой. Мы можем использовать любые виды зелья, но мы будем использовать просто обычную воду. А для этого нам нужно будет просто добыть очень много песка. Благо доски я добыла, нам не придется бежать к дереву. Ведь их же здесь нету. Кирка нам стопорзан понадобится. Ведь нам сейчас нужно бежать и добывать булыжник для крафта печки. Весь этот песок нужно срочно переплавить. Опасность может быть где угодно. Опачки, я уже слышу зомби. Вот про что я ему говорил. Итак, печка готова. Надеюсь, что этого количества песка мне хватит. Теперь ждем. Теперь нам нужно будет сделать 9 таких склянок. Готово. И найти где-нибудь ази с водой. Пустыни это будет сделать очень тяжело. Благо здесь есть равнина. Буль, 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 буль. Ну а теперь приступаем к крафту. Я надеюсь, что все получится. Последний пузырек. И да, все сработало. Водяное сердце. Забираем его. И ха-ха-ха. Когда смотришь на противника, он застывает от твоего взгляда. У меня появилось это сердце, но мне нужно его 100% отрегенить. Где бы найти еду? Интересно, лук-бату, но вообще можно кушать. Сейчас мы с вами узнаем, что за суперспособность у этого сердечка. Опачки. Как только я подошел к этим овам, они подсветились. А если я их ударю, то ничего не происходит. Ха-ха, да ладно, мы теперь с вами можем замораживать любых мобов. Вы только посмотрите, как это круто. И причем даже не обязательно подходить к ним вблизь. Стоп, что? Он просто взял и умер, да ладно. Так, вы меня простите, пожалуйста, но... О, да, это реально работает. Нам нужно будет 100% это проверить на каком-нибудь драконе. Если мы сможем его заморозить, то это будет полнейшая победа. И вы только представьте, это только-только начало. Я не знаю, какие сердца нас ждут впереди. Я нахожусь в деревне сейчас не просто так. Веселье сердце, которое мы с вами будем крафтить, называется сердце жителя. И вот такой вот крафт для него нужен. Нам придется идти сейчас изумруды. А так как я играю на Майнкрафте 11.2, то я знаю, что в сундуках здесь мы изумруды никогда в жизни не найдем. Поэтому придется спускаться в шахту. Хотя, может быть, мы с вами сможем поторговать. А ну, выкладывай абсолютно все свои изумруды. А, мне кажется, теперь я с ним вообще не смогу поторговать. Я не виноват, вы сами виноваты. Почему каждый из них торгует гнилой плотью? Я не удивлюсь, если это тоже этим занимается. А нет. Вот это, в принципе, неплохой вариант. Нам нужно всего лишь найти около 60 свинины. А, погнали, этим займемся. Курочка Жек, ты мне сейчас вообще ничего не сможешь сделать. Хе-хе, ребят, ну как вам сказать? Я тут собрал себе небольшую компанию из друзей. Вот курочка же все мстила, мне мстила. Теперь я отомщу ей. Теперь всех их замораживаем. А, их так много, что я их не могу заморозить. Тогда в дело пойдет... Что? Да ладно? Каким образом? У меня же было два сердечка. А там было расстояние в два блока. Каким образом я смог разбиться вообще? Где мне теперь исходить эти курицы? А, вот они. Скорее всего, они заморозились из-за того, что я к ним прыгнул. Я начал получать урон от льда. Ох, как мне теперь вещи-то мои забрать? Ох, все, вроде бы все прекрасно. Ну вот, отлично. И куча опыта, и куча курицы, и куча перьев сделал свои миллиарды стрел. Хотя я думаю, что они нам сегодня вообще не понадобятся. Нам будет достаточно наших суперспособностей. Такс, где там этот фермер, который всем этим торгует? Священник, ты что работаешь на ферме? Ты должен в церкви находиться. А, вот и мясник. Идеально, ровно 4 штуки как раз таки. И все-таки нам даже не придется спускаться в шахту. Нам нужно сейчас найти голема. А сейчас как раз таки ночь. Выходят злые мобы, и голем будет тут, как тут. Итак, с этого голема нам может выпасть либо 3, либо 4, либо 5 железа. Нам нужно как минимум 4. Голем, не подведи меня. Все, стой здесь и никуда не ходи. О, да, это тот случай, когда нам даже не нужно забираться наверх, чтобы убивать его. Мы просто его заморозили. Разве это не круто? 4 штуки выпало ровно. Идеально, мы готовы с вами сделать следующее сердечко. Но нужно 100% зайти в какой-нибудь дом, потому что сейчас будут выходить злые мобы. Вот здесь будут побезопаснее. О, нет, зачем я выкинул стекло? Нам для каждого сердечка оно нужно. Придется добывать снова песок. One second. Одна секунда. Нет, Зулбуржик, стой. Мистер Зуми, погодите секунду. Я себе чуть-чуть песка добуду, окей? Какой послушный. Вот, теперь мы готовы его скрафтить. Сердце жителя, запах драгоценностей. Так, забираем это сердце. И у нас появляется вот такое вот сердце жителя. Вы только посмотрите, как круто оно выглядит. Пока что непонятно, что оно нам делает. Может быть, я теперь стану жителем? Я реально стал жителем. Вы посмотрите, у меня гигантский нос появился. Что? Офигеть, как это вообще работает? Это даже не скин, это просто у меня появился гигантский нос. Ну что, чуваки, мы теперь братья, походу, с вами. Слушайте, он какой-то дурак. Давайте лучше уйдем от него. А нет, мы замерзли, мы не можем уйти. Вот именно поэтому просто стойте здесь. Окей, нам теперь нужно понять, какая у нас есть суперспособность. Там было написано то, что у нас будет запах драгоценностей. Вдруг у меня теперь гигантский нос, и я абсолютно всё чую. Поэтому погнали, отправимся в шахту. И да, кажется, оно так и работает. Теперь каждый раз, когда я буду держать кирпку, у меня будет включаться икс-рейт. Кажется, это очень много угля. Это я не знаю, что за руда. Но если мы с вами видим алмазы, это будет вообще идеально. Окей, давайте посмотрим, какое сердце нас дальше ждёт. И дальше у нас это волчье сердце. Для этого нужно найти много гнилой плоти, а также кость. Вот, в принципе, легко и просто. Нам нужно дождаться ночи. Ну давай, житель, я жду. Делай ночь уже. О, спасибо большое, вот это другое дело. Пожалуй, сделаю-ка я себе ещё один меч. А то этот-то уже сломан. Ну, теперь можно выходить на охоту. Не-не-не, так, Рибер, даже не думай, даже не думай. А! 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 Да ладно, это что сейчас было? Ловушка Джокера! Гигантский каньон из песка просто обвалился под ногами. Офигеть! Как же здесь всё-таки много куриц? Ладно, я понял, шутки с пустыней очень-очень плохи. Я больше никогда ногой сюда. Я могу даже их в воздухе замораживать. Отлично. Пять дневной плоти у нас уже есть. Теперь остались скелеты. Итак, одна кость у меня есть. Ещё нужно каким-то образом найти три штуки. Эээ, до свидания, паук. Ооо, то, что нужно. Три скелета. Нет, как ты меня застрелил? Вот про это я и говорил. Играя с тремя хп очень-очень тяжело, несмотря на то, что у нас есть суперспособности. Почему так много бомбов повсюду? Возвращаемся в наш подготовительный цех создания сердец. Эээ, звучит немножко странно. И приступаем к следующему крафту. Четыре кости, четыре гнилой плоти, одно стекло и готово. Волчье сердце, мы с тобой одной крови. Забираем, активируем и у нас появляется новое сердечко. Оно уже регенится и выглядит просто великолепно. Осталось понять, какая у него суперспособность. При получении урона от врага на помощь придет друг. Такс, интересно, интересно. Иконка у этого сердца собака. Только не говорите, что будет спаяться какая-то суперсобака. Мобов, конечно, вокруг нету, но можно попробовать получить урон от падения. Вдруг сработает. Падаем и... Не, это так не работает. Нам нужно найти какого-нибудь зомби. А учитывая, что для следующего сердца нам понадобится медь, нам в любом случае придется идти в шахту. Поэтому погнали в шахту, там у мобов найдем. А ну давай, скелет, стреляй в меня. Эээ, мазила промазал. Господи, да, смотрите, реально появляются две собаки. Ха-ха. Подождите. Даже несмотря на то, что у меня застрелил скелет, у этих собак были синие ошейники. Только не говорите, что это бамбули. Если это бамбуль, это будет вообще великолепно. Да, вы только посмотрите. Это бамбули. Я не знаю, почему их двое, возможно, кто-то из них фейковый, но это 100% бамбуль. Между прочим, ха-ха, я не могу на себя смотреть, это очень смешно. Трек про бамбули почти, что я готов. Давайте так, вот реально, миллион лайков. И трек выходит вот после миллиона лайков. Прямо сразу же, моментально. Нужно все еще рассказать друзьям об этом ролике. Так, так, ребят, вы будете меня спасать вообще этот, как бы, крипер, да? Вы убить вообще собираетесь? Нет! Ух, кажется, они бессмертны. Интересно, я могу так бесконечно собак делать, или все-таки у меня будет только две? Нужно найти еще одного моба. Давай, зомби, ударяй меня. Да ладно! Этих собак быстро это все бесконечнее и бесконечнее. Фиксай и ты еще один далматинец. Окей, среди всей этой кучи рут нам нужно будет найти медь. Как она подсвечивается, не имею понятия. Ну, а зато я уже вижу алмазики, вон они голубые там. Для вас пройдет одна секунда, а для меня целая вечность. Нормально так в гости зашел. Медь, наконец-таки я ее нашел. А самое интересное, что она единственная руда, которая не подсвечивается. Скорее всего, это из-за того, что она, ну, не драгоценность. А больше как строительный блок. Но это не изменяя того факта, что мы наконец-таки ее нашли. Итак, если не ошибаюсь, то одна медная руда, это один медный слиток. И, по идее, нам уже достаточно. Осталось теперь опять-таки все это дело переплавить. Нет, 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 пожалуйста, не нужно ко мне идти с кем... Что? Вы это видели? Стрела попала ровно в летучую мышь. А не такой-то и мазел скелет на самом деле, красавчик. Ну что же, мы готовы к ровне следующей серии... Куда меня уносит? Ааа, опять скелеты, да откуда вы взялись? Итак, стекло посередине и медные слитки по краям. Медное сердце именем Николы Теслы. Окей, это что-то связанное с молниями, 100%. При получении урона ты будешь ударять врагов каскада молний. Мы сейчас это с вами проверим, но для начала нужно отрекениться. Ребят, что стоим, надо работать. Во, другое дело. Да, это реально работает! Эм, только все собаки тоже поджигаются. Надеюсь, они же не умрут, правильно? Они же будут жить вечно. Во, так-то другое дело, нормально. Вот, можете покушать. На всех, конечно, не хватит, но кому-то 100% достанется. Окей, я теперь без еды. Эй, вот скулить не надо. Мы с вами скрафтили уже половину наших сердечек. И эти суперспособности просто невероятные. Я не представляю, что будет дальше. Следующее сердце нам будет чрезвычайно полезно, ведь это сердце из говядины. Что-то мне подсказывает, что оно нам даст бесконечный голод. Поэтому возвращаемся обратно наружу. Крафт у этого сердца очень простой. Поймуть видео прямо сейчас на своих экранах. Правда, опять придется все это жарить. Эх, вот бы коптильню сюда, но коптильни, к сожалению, нету. Как и коров. Нужно больше коров, нужно больше мяса. Мясо. Эм, я ж надеюсь, мне это послышалось. Я придумал, можно создать хранилище, засунем туда всех коров, и у нас будет морозильник для мяса. Так мясо никогда не испортится. Все, один за штуку у меня есть. Идем теперь плавлять. И снова ждем. 11 стейков. Как жалко их тратить на сердечко, ведь так хочется покушать, но нет. Оно того стоит. Да, коровье сердце. Медиум рэр. Идеальная прожарка. Самое то. Хотя нет, я бы сказал, что самая идеальная прожарка, это все-таки медиум вэл. Итак, новая сердечка у нас готова. Питательное сердце восстановит голод в любой ситуации. О да, у нас бесконечный голод. Нам теперь не нужно мучиться. Давай, зомби, ударяй меня, мне вообще все равно. Офигеть, аж даже все собаки призвались. Давай, взрывайся. Хотя нет, нет. Эм, волк сгорел в огне борясь с зомби. Все в порядке, это не бамбуль. Это был фейковый бамбуль. Настоящий, вот он, живой у меня. Отлично, о голоде можно не задумываться. Мы держим, практически, бессмертные. И мне хочется посмотреть на следующее сердечко. Итак, смотрим. Ууу, вот здесь вот крафт будет потяжелее. Нам нужно 4 алмаза, а также 4 золотых слитка. В принципе, это не проблема, ведь X-Ray у нас с вами есть. Поэтому опять-таки отправляемся в шахту. Мы сейчас и максимально быстро все добудем. Да, бамбули? Ну, думаю, вы согласны. А, вы представляете, эти симовы в радиусе подрываются молнией. Эпично. Ха-ха, ладно, я не буду на себя смотреть. Берем керку и... Вот они, алмазы, прямо под нами. Буквально в паре метров от нас. И как раз-таки тут 4 штуки ровно. Идеально то, что нужно. А еще ниже наше золото. Все работает. И как раз-таки ровно 4 золота. Сегодня нам определенно немножко везет. Мы добрались до бедрока. И нам каким-то образом придется его добыть. Пока что я вообще не имею понятия как. Но я думаю, мы разберемся. Осталось переправить золото. И новое сердечко у нас в кармане. Ух, дракон, жди меня. Жди меня. Это будет самая легкая битва с тобой. Странно. А для этого сердечко нам нужно очень много драгоценностей. Что-то мне подсказывает, что мы с вами сейчас обогатимся. Очень-очень сильно обогатимся. Последнее золото забираем. И наконец-таки делаем новое сердце. Алмазы по краям. Стекло посередине. И получаем драгоценность сердца. Тиффани и компания. Ммм, прелестно. Забираем. Активировалось. Обращает весь полученный урон драгоценности. Стоп, я бегу, я бегу, я бегу. Мне нужна моба, мне нужна моба, мне нужна моба. Да! Вы посмотрите! Стоп, что? Бедроковая кирка! Мне выпала бедроковая кирка. Способна прорубить бедрок. Теперь мне все понятно, каким образом мы с вами будем добывать его. И вы только посмотрите. Мне уже выпало золотое яблоко, алмаз, изумруд, даже эндер-жемчуг. И огненный стержень, нам не придется идти в ад. Как это идеально! Просто нужно получать очень много урона. Все-таки мне кажется, что лава это не самый лучший вариант, поэтому давайте лучше постражаемся с зомби. Хотя мы же стреляем в него молниями. Ладненько, сейчас что-нибудь придумаем. А ну давай, зомби, ударяй меня. Ну да, его хватит всего лишь на один удар. Поэтому единственный выход для нас это плавать в лаве. Только посмотрите, я сейчас немножко захожу в эту лаву. И умираю, нет! Ладно, падать в лаву это была тоже плохая идея. Можем просто получать себе урон. О, сверозомие то, что нужно. 27 изумрудов, 31 алмаз, 32 медных слитка, 31 золотое яблоко и куча золота, и куча эндер-жемчуков. Давайте вспомним, что я сказал буквально минуту назад. Что-то мне подсказывает, что мы с вами сейчас обогатимся. Очень-очень сильно обогатимся. И мы это сделали! Если не ошибаюсь, мы уже готовы сделать следующее сердечко из эндер-жемчуков. Правда, у меня закончилось дерево. Сердце эндермана. Какого эндермана? Разве не эндермена? Неважно, забираем его. Позволяет перемещаться скачками, как эндермен. Только не говорите, нет, нет, нет. Да, всё, у нас есть телепорт, мы можем телепортироваться. И это даже не те самые скачки, которые у нас были. Да, в принципе, мы с вами теперь не можем летать. Но зато мы можем телепортироваться. Ой-ой-ой-ой, нехе-хе-хе. Я туда не пойду, там дождь. Я, кажется, теперь эндермен, поэтому не хочу находиться под дождём. Я всё смотрю на эти сердечки и просто офигеваю, какие же они красивые. А теперь давайте проверим нашу бедроковую кирпку. Вы сможете ли она, по правде говоря, реально добывать бедрок? Спускаемся опять в шахту. Ребят, ну не мешайте, пожалуйста, мне. Ух ты, причём эта кирка уже очень быстро добывает. Я вижу... Один а у нас нет! Нет, только не лава, пожалуйста! Ребят, запомните. Никогда. Неважно, в общем. Никогда не копайте под себя. Попытка номер два. Земля. Бедрок. Я уже видел анимацию. Я уже видел анимацию. Так, поехали. Да, бедрок реально добывается. Что? Это же просто что-то незаконное. Это получается, что мы с вами можем прорубить сейчас бедрок до пустоты? Да. Офигеть. Мне кажется, что сегодня нынешние сердца намного круче предыдущих. Напишите, кстати говоря, в комментариях, какие сердца вам уже больше нравятся? Эти или же в первой части? Дамы и господа, мы прямо сейчас делаем то, что никто никогда в своей жизни не делал. Мы используем бедрок в крафте для того, чтобы сделать себе бедроковое сердце. Вы только вдумайтесь в эти слова, как же это невозможно. Но вы знаете, уфиксая всё возможно. Итак, бедрок и посередине стёклышка. И получаем, да, бедроковое сердце, стойкость и прочность забираем. Даёт большое сопротивление от ударов и пламени. Всё, мы теперь бессмертны. Официально заявляю, фиксай бессмертен в Майнкрафте. Ну что, курочка Жек, ты мне теперь ничего не сделаешь, абсолютно ничего. Я тебя не боюсь. Неужели ты реально думаешь, что это тебя спасёт? Ну да. Ну давай глянем. Ааа, да ладно? Кажись, ребят, от курочки Жека вообще ничего не спасёт. Моя лаборатория сгорела полностью. За что? О, какой красивый закат. А мы с вами готовы отправляться в Энд. У нас с вами осталось единственное одно сердечко. И крафтится оно чрезвычайно сложно. Где там мой верстак? Вот оно. Последнее. Написано F на 10, это имеется ввиду фиксай всё-таки. Нам для этого нужны кристаллы Энда. Крафтятся они в принципе не так уж и сложно. Нам нужно всего лишь поубивать Гаста, ведь у нас куча эндерперлов. Вот крафт кристалла Энда. Но я вообще не хочу отправляться в ад. Что если при помощи бедроковой кирки мы попробуем сломать кристалл Энда в краю? Какой шанс того, что нас может выпасть от кристалл Энда? Нам нужно это проверить. Поэтому отправляемся искать крепость в ту сторону. Вообще всё равно, вообще не страшно. Давай крипер взрывайся. Ноль урона, абсолютно ноль урона. Можем спокойно идти ночь. О, лотерея на лайк. Если мне сейчас с первого раза выпадет, а нам сегодня чрезвычайно сильно везёт, то мы это сделаем. Вас чё так много здесь вообще? Да! Выпало! Выпало! Ну всё, я пошёл. Я пошёл искать эндерменов. Точнее крепость какую-нибудь. Я просто побежу. Я просто бегу. Я ни о чём не задумываюсь. Самый лучший день. И очешуниться. Это вообще плохой вариант. Не надо. Ломаем спаунер. И всё, активируем. Как же долго я ждал нашей встречи, дракон. Это что? Вы посмотрите на эту генерацию. У меня впервые такое. Интересно, я смогу долететь? Надеюсь, что смогу. Правда, у меня всё горит, я вообще ничего не вижу. Отлично, мы долетели. О, сейчас будет просто полнейший хаос. Все эндермены будут взрываться. Так, с ними нужно будет забираться на вот эти вот кристаллы. Главное не упасть вниз, иначе это будет полнейший конец. Проверяем нашу теорию. Бежим прямо сейчас туда. Поднимаемся на самый верх. Нет! Что происходит? Откуда это? Это дракон на меня разозлился? Или почему началось так много молнии стрелять? Нет! О, чуть не упал. Офигеть, у меня собака уже здесь. Да, дракон вообще не хочет, чтобы я сегодня его побеждал. Я так и думал, что... Нет! Отстань, 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 отстань. Всё, сработало, я телепортировался. У меня же есть телепорты, да, точно. Что я туплю? Так, если я смогу забраться на самый верх? Да, я здесь. Да, выпадает кристаллэнда. Выпадает даже без моей кирки. Так, это получается что? Мы с вами телепортируемся вот сюда, вот. Нет, ну же, давай, чуть-чуть телепортируйся. Я ещё всех заборолю за какой-то хаос происходит, у меня так много суперспособности, что я не успеваю ими управлять. Пожалуйста, упади сюда, упади наверх. Да, всё супер. Выпало, выпало, два кристаллэнда. Где? Что происходит? Куда меня телепортировало сейчас? Итак, следующий кристаллэнда. Где, где, где он, где он? Выпал, прекрасно. И ещё одна штука нужна, всё. Идеально, у нас четыре штуки ровно. И также нам нужно в сиденье. Но в этом вообще проблем не будет, потому что здесь его полным-полно. Благо, дерева у нас полным-полно. Мы готовы крафтить последнее сердце. Если сейчас происходит какой-то хаос, то я не представляю, что будет самым диким и самым сложным сердцем. Ух, друзья, предлагаю всем затаить дыхание. Кристальное сердце, обратная мощь. Активируем. Ха-ха! Офигеть! Что происходит? Вы это видите? От меня исходит какой-то луч, симпатичный, который просто уничтожает постепенно эндер-дракона. Я, конечно, думал, что будет у меня какая-то супер-пушка или, я не знаю, могущественное оружие, но чтоб настолько. Это ещё куча, чем пустота в прошлой части, где мы с вами отталкивали всех мобов. Нам просто ничего делать не нужно, мы ходим и убиваем дракона. Как же это завораживает. И даже несмотря на то, что остались ещё кристаллы. Всё, мы его убили. Мы его убили! Дракон, ты меня прости, пожалуйста, я как бы это, ну, не хотел. Он изо всех последних сил пытается долететь, но у него ничего не получается. Как же это круто! Он начинает исчезать, я прям как Танос настоящий. Победа! Мы убили дракона, мы это сделали, мы скрафтили всё это, все новые сердца. Я безумно этому рад. А теперь можем прыгнуть. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это невероятно крутое видео. А если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте про миллион лайков, мы должны это сделать. А для вас сразу зафиксаю. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока! Пока!